Ну, вы знаете, первая мысль, которая пришла после вчерашней истории и сегодняшних событий, конечно, нашим следственным органам и их спикерам надо прекратить проводить следствие в Фейсбуке. Это правда. Это прекратить раз навсегда, потому что чем больше они находятся в Фейсбуке, тем меньше результатов реальных. Их может и так не быть, потому что мы прекрасно понимаем, действительно, заказные убийства – дело тяжёлое. Хотя это заказное убийство, но, как вы понимаете, совсем не похоже на многие другие. Потому что мы привыкли к тому, что это немножко по-другому делается. А тот киллер, который действительно палит прямо посреди бела дня… Но на работу спецслужб не тянет. Ну, как? Понимаете, нам трудно понять замысел спецслужб. Может быть, спецслужбы были бы заинтересованы в том, чтобы его вообще поймали. С этим удостоверением. Да, с этим удостоверением. И, может, он что-то бы сказал. Мы этого уже никогда не узнаем. Но, знаете, мы действительно живём в время войны. И самое страшное, мне очень жаль, конечно, и бывшего депутата Госдумы, и его семью. Но всё-таки я считаю, что главное, чём нам надо избежать – подобных действий по отношению к украинским гражданам и украинскому народу. Спасибо.